И поэтому мы видим люди, которые на заблуждении, сколько много разногласий среди них, сколько разных мнений. Более того, один человек, его собственные слова, его мнения противоречат друг другу. Почему так? Да потому что у него нет прямого руководства, верного руководства, которому он следует. Потому что он вот так вот блуждает, барахтается в этих заблуждениях, иногда говорит одно, потом говорит второе, потом говорит третье. Но они отвергли истину, когда она к ним пришла, и поэтому они находятся в замешательстве. Люди заблуждения, они вот так вот друг с другом находятся в противоречии, они враждуют друг с другом, они называют заблудшими друг друга, они называют неверующими друг друга. Выносят хукам, акуфры, токфири друг другу, эти все группы заблудшие. Что касается людей истины, братья, люди истины, последователи Курана, Сунны, Пути, Салифу, Салих, они, те, которые держатся крепко за истину, они не разногласят друг с другом. Обратите внимание, они не разногласят друг с другом. Кто-то скажет, ну как, есть же разные мнения, например, по каким-то вопросам. Да, по вопросам ичтигада, там, где допустим ичтигад, есть какие-то разногласия. Но эти разногласия, как мы сказали, в вопросах ичтигада, там, где эти разногласия допустимы. Человек, если он прав в своем ичтигаде, то получает, что две награды, если ошибся, то прощается ему ошибкой, получает награду за ичтигад. Но люди истины, которые держатся за Куран, и Сунну, и путь предшественников, даже если у них есть разногласия, некоторые вопросы мечты гада, но они не враждуют друг с другом, и не рвут друг с другом, не порывают друг с другом ни в коем случае. А как? Они стараются разъяснить друг другу правильную точку зрения, и если другой человек видит, что в словах второго истина, хорошо, то тогда он приходит к этому мнению, соглашается с ним, оставляет свое мнение. Оставляет свое мнение, если он видит, что мнение того человека другого, оно основано на доводе. Потому что так приказывает Аллах, если вы разногласите в чем-то, то решение об этой вещи у Аллаха. Или говорит Аллах, если разногласите в чем-то, то обратитесь этим к Аллаху и его посланнику. Между четырьмя имамами, имам Буханифа, Малик, Аш-Шафия, Ахмад, есть ли разногласия по каким-то вопросам между факихами этих мазабов, есть ли разногласия по каким-то вопросам? Есть разногласия по каким-то вопросам, по вопросам мечтегада. Но разве кто-то из них назвал другого заблудшим или тем более кяфером? Как это происходит у заблудших групп, которые разветвляются, откалываются друг от друга, потом начинают обвинять друга в заблуждении, потом в неверии. Да, четыре имама были разные точки зрения. У факихов, последователей школы, разные точки зрения по некоторым вопросам, но они не называли друга заблудшими, тем более неверующими. Да, каждый из них, ища истину, следуя за доводом, приходил к определенному заключению. Но если потом он видел, что его мнение противоречит истине и доводу, он отказывался от этого мнения. Имам Ахмад передан от него, что в некоторых вопросах фикха до десяти раз он отказывался от своего мнения. Почему? Потому что приходил, что? К истине. Хорошо? Потому что он видел, что истина в другом. Потому что Далиль, довод указывает на это. Не как люди заблуждения, они что, отказываются или говорят одно, потом другое, не потому что они возвращаются к истине, а потому что они следуют, что? За страстью. Куда ведет страсть, туда они идут. Люди истинно возвращаются к истине, обращаются к ней. Потому что у них есть что? Источник, куда можно обратиться и возвратиться. Да, человек может где-то отойти от истины, потому что не понял что-то, но потом у него есть, если он привержен к истине, у него есть источник, куда он может вернуться. А люди заблуждения, люди страстения, у них нет что? Нет такого источника, как мы должны благодарить Аллах Субхану Ата'аля за то, что направил Он нас к Курану и Суне и пути предшественников. Есть этот источник, к которому ты можешь и должен всегда возвращаться. У тех нет такого источника, у тех есть только один источник, к которому они возвращаются, но этот источник очень непостоянный, это их страсть, это их желание, это их интересы. Как известно, обращаться к страсти, страсть вещь изменчивая, хорошо, и человек, который обращается к ней, он находится в замешательстве.